Сегодня на заседании парламентской фракции еще иным депутат Сюенбеку Мурзаков поинтересовался, почему банки удерживают проценты от переводов мигрантов. Мигранты переводят определенную сумму денег, но комбанки выдают их за вычетом огромной комиссии, возмутился Нарде. На что заместитель председателя Национального банка Каип Кулинбеков ответил, что сейчас происходит отток долларов, в связи с чем установлены такие требования. Сюенбеку Мурзаков попросил предоставить ответ в письменном виде. Миграция охватила все континенты и приобрела поистине глобальный характер. На сегодняшний день покинувших свои страны ради заработка насчитывается свыше 280 миллионов человек. Всех их объединяет стремление к лучшей жизни. По прогнозам экспертов, в последующие годы их количество будет только нарастать. Больше миллиона граждан Кыргызстана находятся за его пределами. Внешняя трудовая миграция населения республики сегодня один из важнейших процессов, обеспечивающих экономическую устойчивость страны. Однако у многих трудовых мигрантов нет цифровых навыков, отсутствует финансовая грамотность, слабая языковая подготовка и недостаточное образование. Большая часть мигрантов, которые выезжают неподготовленным, они больше всего подвергаются риску. То есть нелегализованной работы, когда небелая заработная плата, как они работают, получается нелегально. И в связи с этим могут у них возникать проблемы. Чаще всего на поиски заработка за пределы страны выезжают жители регионов. Люди отправляются на чужбину, опираясь на информацию, предоставленную родственниками или знакомыми. Среди них очень мало тех, кто готовится к трудовой миграции в полной мере, заранее узнав о вакансиях, требованиях и законодательстве другого государства, отчего и сталкиваются мигранты со многими трудностями и проблемами. Когда мы проводили этот опрос, мы выявили, что у нас очень много ребят не владеет элементарными вещами, не понимают, что такое электронная почта, для чего она нужна. Не только для того, чтобы в каких-то соцсетях зарегистрироваться, а что она ещё более шире, как отправлять, работать с некоторыми видами приложений. Например, сейчас у нас в Кыргызстане очень сильно развивается цифровизация государственных услуг, как ими пользуются, как регистрироваться туда. Сегодня состоялась конференция, посвящённая вектору развития молодых трудовых мигрантов. Участниками разработаны курсы по цифровым навыкам и финансовой грамотности. Они будут проходить бесплатно в трёх областях – Иссык-Кульской, Нарынской и Оржской. С помощью курсов молодые люди смогут получить теоретические знания и сертификат, которые улучшат перспективы трудоустройства за рубежом. Финансовая грамотность поможет молодым мигрантам правильно планировать свой бюджет, правильно направлять свои заработанные денежные средства, как их реализовать. Там очень хорошо показывается, как можно сберечь свои накопленные деньги, как можно откладывать на будущее, как можно вложить в своё, как можно их инвестировать. И вот эти наши микрокурсы, в отличие от таких, конечно, электронных курсов много, но они отличаются тем, что они очень короткие, но они очень содержательные. Они им дают основные понятия по финансовой грамотности, для чего им это нужно. Конкуренция на рынке труда с каждым годом растёт и необходимо постоянно учиться, чтобы оставаться востребованным кадром. Выезжающим на заработки за рубеж нужно быть конкурентоспособными. По словам экспертов, прохождение курсов поможет им приобрести больше профессиональных навыков и расширить свой кругозор. В Бишкеке задержали молодую пару с наркотиками, как сообщили выводы Октябрьского района столицы в жилмассиве Арстанбаб. Парень и девушка привлекли внимание жителей своим подозрительным поведением, они вызвали милицию. Правоохранители по прибытии на место при личном досмотре молодых людей нашли 20 свёртков зелёного вещества. Выяснилось, что это мефедрон и альфа-ПВП. Данный факт был зарегистрирован по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов целью сбыта». Задержанные выдворены в сезон номер один Бишкека на два месяца. Препараты «Трамадол» и «Налбуфин» внесены в список наркотических средств. Об этом сообщает Департамент лекарственных средств и медицинских изделий. Препараты будут продаваться только по рецепту врача. Также препараты «Клонедин», «Клофелин» и «Кетамин» из списков сильнодействующих веществ перенетены в список психотропных веществ номер 4. Психотропные вещества, представляющие опасность по причине вредных последствий, в которые может привести злоупотребление ими. В Кыргызстан в 2023 году поступит оборудование, необходимое для проведения операции по пересадке органов. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Улан Садыков. По его словам, ранее проведенные тендеры не состоялись. Сегодня тендеры проводятся снова. Ожидается, что оборудование поступит в 2023 году. Аппарат будет установлен в Департаменте профилактики заболеваний Госэнепиднадзора. По прогнозам, он начнет работать уже в марте следующего года. Оборудование предназначено для проведения молекулярно-генетического исследования при трансплантации почек для мультипараметрического флуоресцентного анализа. Раньше кыргызстанцы выезжали в другие страны для проведения анализа. Председатель Кабинета министров Ахалбек Джапаров в рамках рабочего визита в Японию встретился с председателем Генерального совета Либерально-демократической партии, депутатом Палаты представителей парламента Японии, заместителем главы парламентской группы дружбы Кыргызской республики Японии Такаси Энда. Учитывая тот факт, что Япония является одной из ведущих экономик мира, кыргызская сторона заинтересована в привлечении из Японии передовых технологий и инноваций для развития национальной экономики, отметил Ахалбек Джапаров. В Кыргызстане на три года вводится запрет на охоту некоторых видов диких животных. Нельзя будет охотиться на кабанов, баранов, маркопола, оленей, волков, обитающих на высоте 2000 метров над уровнем моря, горных козлов и уларов. Как сообщили в Минприроды, запрет будет действовать с 2023 по 2026 годы. Пастбищным комитетом за 9 месяцев собрано более 117 миллионов сомов за пользование пастбищными угодиями. По всей республике об этом на пресс-конференции в агентстве Хабар сообщил заместитель директора департамента пастбищи племенного животноводства Минсельхоза Махсадбек Мамыдбеков. По его словам, данный показатель увеличился на более чем 33 миллиона сомов по сравнению с прошлым годом. В Бишкеке пройдет футбольный турнир Мурас, сообщили в Кыргызском футбольном союзе. В нем примут участие 16 команд. За команду президента сыграет и сам глава государства Садрджапаров. Команды будут разделены на 4 группы. Они сыграют в один круг на групповом этапе, а далее состоится финал. Турнир Мурас стал уже традиционным и проходит два раза в год. В весеннем турнире победу одержала команда администрации президента.